на выздоровление надоело болеть врачи не могут определить какой снг приобрести для здоровья ну давайте я вас научу дело в том что мир так устроен что наше тело но старше и дольше развивалась чем наше сознание наше сознание но вообще связано с тем чтобы просто проанализировать и объяснить почему на что-то не получается из-за чего что-то не выходит почему мы болеем из-за чего это происходит и так далее есть еще душа где мы чувствуем то есть у нас возникает чувство именно поэтому дети считают что они думают сердцем и показывают на свою грудь и когда вам очень больно и вам хочется плакать то чувство возникает прежде всего вот здесь в груди ваши и так далее также есть еще физическое тело в отличие от нашего сознания физическое тело сознание осознанное оно состоит из определенных компонентов это дендриты и аксоны по которым которые соединены в которые соединены в синапсы которые свою очередь соединены в объемное образование которые называются большими полушариями и которые являются мощнейшими регуляторами интеллекта и являются мощнейшим инструментом для осознавания ощущения обучения и так далее при этом есть еще отдельная система нашего мозга так вот система нашего мозга они гораздо современнее и если рассматривать эволюцию то человек со своим уже обоснованным разумным сознанием уже сформировался в достаточно позднее время и если рассматривать целом человеческий организм то можно сказать что наше сознание сформировалась гораздо позже и наше сознание но очень далеко от наших клеток нашего тела в то время как клетки нашего тела они настолько древны и днк и рнк которые находятся в клетках а также сама система управления клеток они более древние вот что происходит в жизни человека часто так бывает что наше сознание но хочет управлять нашими клетками но не знает каким образом это делать наши клетки они умудряются и знают каким образом сама восстанавливаться но очень часто этому мешает некое ощущение или некий барьер такой барьер в свое время с к а таком барьере в свое время сказала фрейд зигмунд фрейд и карл густав юнг и этот барьер условно сейчас уже это психология применимое слово которое называется подсознанием или сознание которое находится как сказал фрейд является мостом между нашим сознанием и нашим телом так вот в чем-то они правы о чем я сейчас хочу рассказать и почему так далеко я отступил я дам несколько таких ярких методов как же все же не болеть каким образом можно себе помочь наше тело она умудряется саморегулироваться но это возможно только в том случае если ваше сознание поверить что тело от него отключено в этих нескольких словах заключен на любой принцип гипноза или гимны принципа запуска ресурсного состояния который есть в человеческом теле каким образом можно себя восстанавливать и какие бывают методы вот один из них сейчас я вам объясню смотрите наше сознание оно мешает нашему телу восстановиться за счет своих внутренних ресурсов так как в наших клетках находятся механизмы которые способны самовосстанавливаться и способны к самовосстановлению именно в этом устроен принцип самовосстановления когда сознание вообще выключает как допустим когда люди принимают препараты сделанные из ау яско когда сознание полностью отключается и в этот момент наш организм он настроен на то чтобы воспользоваться сама восстанавливающими ресурсами также есть исследование где говорится о том что человек который впадает состояние комы и не контролирует себя у него ряд заболеваний исчезает через какое-то время он приходит в нормальное состояние аннезия исчезает и после чего человек начинает осознавать что ряд его заболеваний которые до этого времени были хроническими такие как сахарный диабет первого типа или второго заболевания связанные с неправильным гомеостазом или аутоиммунными заболеваниями полностью прекращают иметь место быть ну и это натолкнуло некоторых ученых на гипотезу того что сознание наше она мешает восстанавливаться нашему телу в то время как тело мешает нашему сознанию более активно развиваться но сейчас мы говорим о болезнях какие существуют методы и как отключить свое сознание метод предельно прост необходимо встать и наше сознание она воспитуема именно поэтому любые внушения или сугестивные внушения они воспринимаются нашим сознанием как повеление и наше сознание способна при очень громком или очень таким точным повелением она способна воспринимать это как приказ откуда это взялось но понятия пока еще идеи таких не в ну еще не существует так вот как это использовать смотрите я расскажу вам на 3 в течение трех минут как можно восстановить свое тело это очень несложно делать становитесь перед кроватью выключите звук разуйте чтобы вам было удобно сделайте так чтобы помещение не было ни жарко ни холодно и было удобно и скажите себе несколько слов которые звучат так сейчас мое сознание отключается от моего тела на счет 3 и говорите раз два три после этого падаете на кровать и перестаете шевелиться и произносите себе я не могу поднять руку конечно же вы в этот момент можете поднять руку но вы обманываете ваше сознание говорить я не могу поднять левую руку не могу пошевелить пальцами на левой руке не могу пошевелить пальцами на правой ноге не могу пошевелить пальцами там левой ноги и так далее это делаете не очень долго на протяжении одной-двух минут после этого скажите мое сознание отдельно думает о чем угодно но в этот момент мое тело мысленно можете произносить или шепотом но в этот момент мое тело полностью подчиняется полностью отключается от моего сознания и сама восстанавливается прямо с этого момента я начинаю про себя считать от 100 до единицы где буду погружаться в состоянии восстановления своего тела где и дальше мои почки начинают вновь хорошо работать находят ресурсы для того чтобы самовосстановиться мои суставы начинают правильно и хорошо работать находятся силы внутренние саморесурсы для того чтобы восстановиться и ставите предварительно программу она называется сугестия или внушение после чего закрыв глаза или с открытыми глазами на вдох и выдох начинайте мысленно перечелкивать календарь со 100 до 1 100 99 98 когда дойдете до единицы можете сказать пусть в тот момент когда я буду восстановлен перейду в режим сна и закрыть глаза или второй вариант в тот момент когда тело моё начнет самовосстановление пусть я перейду в режим сна или в режим думания или в какой-либо другой режим и в этот момент считают 1 до 100 или от 100 до 1 вы фактически будете производить режим самовосстановления поверьте мне это тоже самое что делает анатолий михалычка шпировский любой гипнолог ну кто угодно именно так это все работает сама идея условно связано с парадоксом где наше сознание подавляет самовосстановление наших клеток и наши клетки они не могут самовосстанавливаться потому что им лень самим находить пути решения так как есть центральный ум они ему подчиняются полностью но стоит нашему сознанию хотя бы гипотетически отключиться от нашего тела хотя бы на небольшое количество времени когда в этот момент наше наше тело начинает производить самовосстановление главное поставить такую задачу и это все чрезвычайно несложно делать второе активное дыхание как ни странно активное дыхание при котором человек говорит все надоело мне болеть выходите на улицу или на балкон говорите все надоело мне болеть с этого момента болеть не буду чем бы не болели становитесь ноги ставите на ширину плеч и начинаете не поднимая и не отрывая пятки от пола раскрыв как можно шире рот так как будто вы говорите а или о вот так как будто очень громко говорите только не произносите начинаете раскачиваться быстро в этот момент у вас включается диафрагмальное дыхание то есть ваша диафрагма она начинает качаться и воздух самостоятельно начинает проходить через носоглотку и рот заполнять легкие выходе при этом количество кислорода и количество углекислого газа она варьируется в зависимости того насколько вашему организму сейчас необходим ацидоз или алкалоз это связано с тем что одним людям необходимо больше углекислого газа в случае если у них есть напряженное состояние а когда мы живем и в обычной нашей жизни имеем какие-либо заболевания они обусловлены частыми переживаниями стрессами или там перееданием или еще чем-либо это может вызвать принудительное то есть человеку необходимо больше углекислого газа а он дышит слишком глубоко и потребляет большее количество кислорода или человеку необходимо большее количество кислорода но он при этом потребляет его дыхание неполное и он не до получает углекислый газ и первым втором случае определить это самостоятельно невозможно но наше тело вот таким образом способна сама включиться в процесс самовосстановления и вот такие дыхательные процессы которые называются дыханием по патлу по патрулу они способны помочь человеку самовосстанавливаться такое дыхание не нужно использовать или выполнять длительный промежуток времени можно это делать одну-две минуты но просто часто то есть вы становитесь говорите все надоело мне с этого момента болеть не буду открыли рот как можно шире засекли время и просто раскачивая сделайте так чтобы у вас вдохов привычных вам и выдохов привычных вам не было если у вас вдохи и выдохи есть старайтесь не дышать пусть это делает ваша диафрагма таким образом воздух который будет вентилировать ваши легкие будет заходить без принудительного активного использования межреберных мышц и это приведет к тому что воздух будет входить в этот момент ресурс организма начинает получать не то что мы в них пихаем и делаем это при помощи наших мышц грудных и легких а то что им необходимо через какое-то время это происходит приблизительно через одну извините тире две с половиной тире три минуты если дышать одну минуту то обычно со следующей 2 или 3 начинается процесс самовосстановления и от того насколько часто кстати не долго а часто вы будете это делать зависит эффективность очень эффективный метод пожалуйста используйте пожалуйста и первом и втором случае мы ориентируемся на ресурсы которые сохранены в нашем теле и в первом и втором случае наше тело но гораздо эволюционирующие и город даже не так гораздо имеет больше ресурсов для восстановления так как каждая клетка нашего организма является очень старый и всего что наше тело хочет она хочет чтобы сознание не мешало ему восстановиться наше тело очень часто хочет восстановиться и хочет самостоятельно очень часто она дает определенные сигналы или производит эти сигналы сигналами может быть отказ от еды не хочется кушать отказами может быть сонливость когда говорят прямо нужно лечь и полежать отказами может быть там не шевелиться и полежать тихонечко отказами может быть там дерганье или мышечная спастика или мышечная слабость или еще что-либо для чего это все делается так организм символе сигнализирует нам о том на что необходимо ориентироваться так случае если человеку совершенно не хочется сладкого то и не нужно его принимать так случае если человек чрезвычайно хочет кушать то и нужно тогда в это время снизить повысить глюкозу потому что скорее всего в ней вы нуждаетесь то есть вот таким образом это все устроено здесь есть еще такой механизм из-за чего человек болеет я считаю что человек болеет